Добрый день, уважаемый зритель! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции урока следующая. Возвращение к жизни утопленников. Как бы это ни звучало так. Итак, акупунктура может помогать всем людям, которые, скажем так, утонули. Но их вовремя спасли. Как это понять? Значит, на сегодняшний день уже научно доказано, что если в течение 20 минут поднять утопленника, которое после утопления произошло 20 минут, его еще можно вернуть к жизни. Всеразличными реанимационными мероприятиями. И на практике это уже подтвердилось. Но акупунктура, либо иглотерапия, либо система 12 меридианов, как хотите называйте, тоже может своими функциями помочь при утоплении. Либо при тех иных утоплениях. А когда человек утонул. И вот когда человек утонул, его подняли со дна в течение 20 минут, то перевернули, допустим, там вышла с него вода, начали делать мероприятия реанимационные, делать искусственное дыхание, помогать высвободиться легким от воды, то помните, уважаемые зрители, ритмичными ударами в область точку ВДЖ-4 вы можете привести человека, либо вернуть человека к жизни. Только что нужно быть на этом месте вовремя и также помогать при всех реанимациях, когда человека подняли со дна утопленника. Не бойтесь этого делать. Почему? Потому что акупунктурные точки на физическом уровне вы помогаете, а на энергетическом уровне помогут акупунктурные точки. Они также заводят энергетику, которая движет физика нашей с вами. Помните об этом. Потому что вы с физикой все правильно делаете, что вылилась вода, перевернули человека, вылилась вода с легких. Точно так же делается искусственное дыхание, чтобы запустить физику, но на тонком уровне не бойтесь работать с точками акупунктуры, которые также возвращают утопленников к жизни. И точка ВДЖ-4 одна из них. Помните, она есть дверью судьбы. Спасибо за внимание. Продолжение следует...